МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С момента создания Центра Набаты до сегодняшнего дня мы проводим поиск воинов-балаковцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Данное направление стало ключевым для нашей организации. Сегодня мне хотелось бы рассказать историю одного героя, поиск которого продолжался в течение 20 лет. В начале нулевых к нам обратились родственники Ануфриева Константина Алексеевича с просьбой об установлении судьбы воина. Из сухих строчек архива Министерства обороны нам удалось установить немного, лишь только то, что он пропал без вести. В архиве новейшей истории Саратовской области мы нашли карточку немецкого военнопленного и архивные справки. У родственников осталось непонимание о дальнейшей судьбе, как похоронен был, где находится могила. Но на тот период времени нам установить это не удалось. В 2020 году к нам вновь обратились родственники Константина Алексеевича с просьбой увековечить память родного и близкого человека на пилону городского обелиска. Но чтобы это сделать, нам необходимо было найти архивное подтверждение факта гибели. Но все по порядку. Рассказ родных начался с места в Балаково, где родился и вырос Константин Алексеевич. 6 июня 1921 года в городе Балаково на улице Селедеминская, 42, родился Константин Алексеевич. В семье из трех детей он был самым старшим. Здесь он провел свое детство, играл с ребятами, ходил на Балаковку, рыбачить. Здесь же, недалеко, на улице Рабочий, учился в восьмой школе. В конце 1930-х годов Ануфриев Константин Алексеевич работал вот в этих цехах, откуда впоследствии ушел в Красную армию. В 1939 году Константин Алексеевичу исполнился 18 лет. Как и положено Балаковским военным комиссариатом, он был призван на срочную службу. По распределению он попал в первую бригаду подводных лодок, Балтийского краснознаменного флота, с воинским званием «краснофлотец» в должности моториста. Константин был пленен 3 июля 1941 года недалеко от своей базы «Уздвинск», где базировались подводные лодки. Наше предположение, конечно, доподлинно неизвестно сегодня, но наше предположение такое, что все, кто мог держать оружие, все те, кто мог защищать, они выдвинулись в ближайшие города от этих баз, чтобы могли защитить эту базу. И Митава, город в Латвии, это тот город, где они попали в плен. Понятно, что подводники не имели опыта ведения таких боевых действий. Против них основная часть подразделений, с немецкой стороны, это были части вермахта и части СС. Естественно, что, скорее всего, что многие попали в окружение и были пленены. Константин Алексеевич 3 июля 1941 года попал в плен. После пленения был направлен в концлагерь «Шталаг 315-2Б». Это «Шталаг» в польском городке Чарне. Если говорить с немецкой стороны, то немцы его называли «Хаммерштейн». Необычный концлагерь, потому что он принадлежал, как описывается в истории, он принадлежал немецкой полиции и частично принадлежал вермахту. После того, как попадали в данный лагерь, первое, что заполнял военнопленный, это вот такую зеленую карту. Зеленая карта, мы ее называем почтовая карта. Она необычна даже для бывалых, потому что я много занимался розыском, но никогда не вдавался изучению этой карты подробно, для чего она была создана, когда она была создана. Напечатаны они были в довоенный период, а напечатаны они были согласно Женевской конвенции 1929 года, так как согласно этим статьям необходимо было сообщать в Красный Крест и, соответственно, сообщать Российское общество Красного Креста, когда военнопленный попадал, наше Российское общество Красного Креста должны были знать об этих военнопленных и сообщать родственникам. Вот эта карта, часть этой карты отрезалась, и одна оставлялась в архиве данного концлагеря, а вторая часть отправлялась непосредственно на родину военнослужащего. Что удивляет, карта напечатана до войны, как я уже говорил, и напечатана на двух языках, это на немецком и на русском, то есть имеется русский перевод. Карта отправлялась бесплатно, и в архивах мы нашли карту Константина Алексеевича, вот так она выглядит. Данные карты предполагали, что военнопленный заполняется собственноручно. Если он умеет писать, и если не тяжело ранен, то он заполнялся собственноручно. Мы предполагаем, что Константин Алексеевич ее сам заполнял, здесь вот видно и почерк, и указал все свои данные в этой карте. Но карта отрезанная, то есть не полностью карта, как она положена была, а только два фрагмента ее, то есть часть была отрезана и, может быть, даже направлена куда-то, или хранилась в другом месте, потому что в архивах сохранилась только вот эта часть, вот этой зеленой карты. При изучении данной зеленой карты, мы, видя всем нам знакомую надпись «Город Балаково, улица Селидинская», у нас вызывали ряд эмоций, и карты, зеленые карты, до конечного адресата не доходили. По крайней мере, мне неизвестны такие случаи, чтобы родственники получали эти зеленые карты. Это первоначальный этап для военнопленного, а основной этап, вот для примера я подготовил, это основная карта. Это так называемое «Личное дело номер один». Они подразделялись на несколько личных дел. Это основная карта, где уже предполагалось и фотографирование, и отпечаток пальца. Но, к сожалению, мы не смогли такую карту найти. Может быть, ее не успели заполнить. Может быть, она попала в другие страны, в другие архивы, и где-то имеется. Сегодня доподлинно неизвестно. Поэтому вот такие карты, фотографии воинов. Так как у Константина Алексеевича фотография по сегодняшний день не сохранилась, хотя бы мы хотим очень сильно найти эту фотографию. И вот на основании всех этих данных, согласно, опять же, этой зеленой карты, здесь мы видим лагерный номер 1574. Это лагерный номер Ануфриева. Самое главное, что у каждого военнопленного этот лагерный номер был постоянно с ним. Вот такой жетон. Это жетон военнопленного, вот такой квадратный. Два отверстия для ношения тесьмы на шее, и одно отверстие для того, чтобы когда военнопленный умирал, либо погибал, могли отломить одну половину. Соответственно, он также отламывался, как и у немецких солдат. И сдать уже непосредственно в канцелярию, чтобы был учтен как умерший. Здесь на фотографии отчетливо видно, как военнопленные носят эти жетоны у себя на теле. Это обязательное было требование. Снимать их нельзя было. Нам удалось найти фотографии концлагеря Хаммерштейн. Вот здесь отчетливо видно, как происходит построение лагеря. Подходят какие-то немецкие офицеры, гражданский какой-то человек подходит. Нам доподлинно неизвестно, кто это. Здесь примечательно то, что, скорее всего, среди этих бойцов стоит и Константин Алексеевич. Потому что фотографии, здесь есть датировка на этой фотографии, август 1941 года. Конечно, разглядеть невозможно, но когда вглядываешься в лица, смотришь изнеможенный, ноги и босиком, очень сложно, наверное, понять, как содержались вообще в этих лагерях. И те лица русских солдат, наших воинов, очень тяжело видеть их, потому что понимаем, что основная масса умерли, погибли в этих лагерях, не смогли вернуться. Но остались вот такие вот исторические кадры, которые говорят, в принципе, о многом. И для нас, и для исследователей, те, кто ищет хоть какую-то информацию, они дают очень много понимания, как содержались, что одевались, что обували. Здесь, в принципе, наглядный вид. Также хочется немножко рассказать о самом лагере. Лагерь 315, Шталак. Вот здесь есть подробная схема. Тоже нам посчастливилось найти эту схему. На этой схеме видно и понятно все расположение этого лагеря. Лагерь делился на две части. Это Норд и Ост. Восточная и северная части. Что касаемо первой части Норд. Там содержались военнослужащие. Это Югославы, это французы, это разные другие. То есть доподлинно мы не изучали прямо полностью. Но нам известно, что в этом лагере содержалась только часть. Если говорить про Ост, это итальянцы и русские. Больше в этой части никого не было. Часть Ост это комендатура, это лазарет. Боевое охранение этой части было намного серьезнее, нежели части Ост. Также здесь указаны два кладбища, которые относились к этим двум. То есть часть Норд это вот это, часть Ост это вот это кладбище. Довольно-таки подробно и видно, что и недалеко находится речка, и проходит железная дорога. Но самое главное, что на момент 1941 года, июнь месяц, строительство лагеря только начинается. В момент пленения Константина Алексеевича лагерь не был построен. То есть частично он был построен, но бараков как таковых еще не было для того, чтобы можно было содержать военнопленные. Поэтому все, кто находился в восточной части лагеря, им было рекомендовано проживать не на территории строящегося лагеря, а за пределами этого лагеря. Для чего им было сказано вырыть норы и проживать в этих норах. В чем это описывается в исторической справке, описывается, что они проживали за территорией данного лагеря. После того, как был пленен Константин Алексеевич, командование Балтийского флота искали его, но не смогли найти, и семье родным отправили извещение о пропавшем без вести. Это извещение дошло до родных Ануфриева. Но мне хотелось бы заострить внимание еще раз на карте и немножко поразмышлять. Естественно, нам доподлинно неизвестно, как складывалась судьба в этом лагере его, и как он был, скорее всего, совершил побег, потому что в документах указано, что он был освобожден, но это был, скорее всего, побег, так как лагерь еще толком не был огорожен, не было ограждений, и мы видим здесь и железную дорогу, видим чарный сам город, польский город, и видим речку. Есть также всевозможные как проселочные дороги, так и уже более асфальтированные дороги, которые проходят. Все норы, которые они вырывали, они находились за территорией лагеря, то есть где-то вот в этой части. Естественно, охранение военнопленных нормально, без заборов, без вышек, сделать в ночное время очень сложно. Мы предполагаем, что собравшись с другими военнослужащими, они совершили побег. В ночное время в принципе это возможно. Можно было через железную дорогу, то есть где-то запрыгнуть в состав, либо по речке, что, конечно, маловероятно, потому что речки, как правило, отбивались немцами в разных местах, и территория была уже под немцами, поэтому постов было очень много, либо по каким-то примыкающим дорогам смогли убежать из этого лагеря. Естественно, это только домыслы, точные истории никто на сегодняшний момент не знает. У нас есть список военнослужащих, кто защищал Усть-Двинск, эту базу. Это 165 человек офицерского, рядового состава, те, кто были пленены, то есть те, кто попали в плен. Здесь у многих подробно указано, в какие концлагеря они попали, кто-то попадал в одни и те же концлагеря, кого-то разбрасывали в другие, кого-то увезли вообще в Германию. Здесь среди этих списков фигурирует и фамилия Ануфриева с пометкой «Освобожден». Последнее упоминание в карточке немецкого военнопленного в зеленой карте датировано 11 сентября 1941 года. Скорее всего, как раз побег и совершен был в сентябре 1941 года и смог Константин Алексеевич смог добраться до своей. После возвращения к своим, пройдя это, скорее всего, фильтрационный лагерь и, конечно, доподлинно неизвестно, но он вернулся в первую бригаду подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота, где и продолжил службу. На руках у нас имеются ранее секретные документы, позже их рассекретили, есть директива, датированная 14 августа 1943 года. Хотелось бы зачитать небольшую строчку здесь, с которой будет понятно. Штаб бригады подводных лодок в силу отсутствия адресатов и адресов родственников погибших товарищей не имеет возможности выслать извещение. Это на первый взгляд мы сначала не поняли. Везде фигурирует во всех документах город Балакова, улица Селедневская 42, но в списке, который мы увидели к этой директиве значится уже не город Балакова, а город Балахова. Скорее всего, что писарь допустил ошибку, причем это встречается уже не в первый раз, мы уже сталкивались, что путают названия городов и пишут Балахова. В итоге извещение было отправлено в Балашов, по всей видимости, те, кто отправляли почту, расценили город Балахова как город Балашов. И военный комиссариат Балашовский не смог найти адресата, не смог найти родственника этого бойца и отправили извещение обратно в бригаду. Так и извещения по сей день хранятся в архиве, так и не дошли до адресата. Соответственно, что родственники не смогли инициировать получение пенсии за потерю кормилица и так и по сей день до того момента, пока мы им не сообщили, они думали, что он пропал без извести. После плена Константин Алексеевич продолжил службу должности моториста и скорее всего, нам доподлинно опять же неизвестно, он, его лодка и его экипаж этой лодки ушли на боевое дежурство, на выполнение боевой задачи и не вернули. Никто и представить не мог, что через 80 лет именно на заводе, где работал Ануфриях, будут заниматься восстановлением пилонов обелиска и изготавливать его фамилию для занесения. Нашему предприятию было поручено восстановить первоначальный вид табличек на пилонах. Для этого мы сначала сняли их с обелиска, привезли сюда на завод и от пескоструили сняли всю краску, которая до этого была на ней, потому что слой краски уже достигал таких размеров, что они просто буквы все сливались. Количество плит было 74 штуки, все восстановили, покрасили. Нам не первый раз на предприятие обращаются по поводу восстановления табличек или же вновь найденных фамилий родственники тоже обращаются по поводу. Поэтому нам не первый случай такой, мы занимаемся этим первый год. Знали ли вы, что на вашем заводе коллега ваш в 1938 году Вануфриев Константин Алексеевич работал токарем и одна из фамилий вот те, что восстанавливали, это фамилия Фануфриев. Ну, это уже выяснилось после того, как родственники обратились в Волоковский муниципалитет, попросили восстановиться. Уже когда начали восстанавливать, там уже пришли на него как досье такое. да, да, и уже после этого стало известно, что он наш заводчанин. Я каждый год хожу на мероприятия, связанные с 9 мая, и каждый раз я иду туда с семьей, с мужем, с дочкой, и каждый раз, когда мы проходим мимо этих табличек, потому что все равно уже сколько лет мы их и добавляем фамилии, ну, как уже было уже сказано, и реставрируем, вот, я всегда дочке говорю, вот мы вот здесь делали все. Во время интервью с золочанами мы узнали, что на обелиске погибшим и умершим в год Великой Отечественной войны Ануфрия незначена. Ну и среди ваших список золочан тоже нет фамилии Ануфрия, и, наверное, надо историческую справедливость восстановить. В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне при поддержке градообразующих предприятий города проводилась реконструкция обелиска впервые за долгие годы. Рабочие обновили чашу слез. Возле центральной стелы появилось место для возложения цветов. И особое внимание было уделено, конечно же, фамилиям погибших воинов. имя краснофлотца Ануфриева Константина Алексеевича навеки занесено на пилоны городского обедения. Редактор субтитров Корректор А.